Микс Ньюс На Болткоме разворот У нас гости Ребята, а это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Добрый день Добрый день, уважаемые радиослушатели Я Инесса Бердин и вас приветствую Родион Золотарев сегодня обеспечивает Качество нашего эфира И у нас в гостях сегодня член правления Общества инспекторов Среды Феликс Кладбиш, который уже неоднократно Был у нас в гостях на радио Болтком и мы с ним как раз говорили Такой теме довольно болезненной Скажем для нас, для всех, поскольку Оно касается здоровья Балтийского моря Море, которое всех нас радует Которое мы любим С которого написано огромное количество Пейзажев, классиками живописи И, к сожалению, море наше Надо признать, оно находится на стадии Такого частичного умирания И у нас получается, что сегодня Такая экологическая тема С утра у нас был охотник, который рассказывал О лесах и обитателях его А сегодня мы поговорим о море И я напоминаю наши телефоны 6-7-2-12-93-9 6-7-2-13-93-9 И на портале mixnews.lv Вы можете задать свои вопросы И оставить комментарий к услышанному Итак, жизнеспособность Состояния Балтийского моря Давно уже вызывает обеспокоенность Не только ученых, но и вообще Жителей тех стран, которые Находятся вокруг этого моря И об этом много говорят И мы тоже неоднократно эту тему поднимали Даже было предположение, что море Уже умирает, поскольку нижние слои Не насыщаются кислородом И там практически мёртвая зона, если можно так сказать Находится Вот с вашей точки зрения Всё настолько так безнадёжно Или всё-таки происходят какие-то подвижки И можно ещё наше море реанимировать? Море, конечно, можно и даже нужно реанимировать И сейчас государства, которые находятся Вокруг Балтийского моря Это в основном поняли И предпринимают, конечно, свои шаги В этом направлении Другое дело Следует ли Какие конкретно меры следует принимать И насколько активно Вот это важно Да, и Хелком, например, решил уже сейчас Поставил задачу к 2021 году Уже достичь такого уровня Что все эти выбросы в море Вредные, да И рыбная ловля Чтобы она была в таком стабильном уровне Чтобы она не навредила впредь То есть, чтобы этот уровень загрязнения Он был меньше, чем Балтийское море С этим может справиться И уровень рыбной ловли Был меньше того Который угрожает вот этим ресурсам Чтобы они могли нормально обновиться А скажите, пожалуйста, вот для примера, например Если на самом деле идет такое загрязнение моря Я так понимаю, что и сейчас оно продолжается Поскольку в море смываются Вот эти различные химикаты Которыми насыщаются поля сельскохозяйственные Для роста, опять же, и для урожая Для всего прочего Есть такое понятие, как грунтовые воды Так или иначе, это все оказывается В морских глубинах И это убивает море морских обитателей Многих Что мы потеряли, может быть, за последнее время Может быть, если касается рыбных ресурсов Может быть, те виды рыб Которые когда-то были очень привычны Особенно для Латвии Страны, которая всегда считала Что Латвия живет рыболовством Потому что мы находились на море И на побережье, как правило, были Это в советское время рыболовецкие колхозы А до этого были рыбаки Которые выходили, может быть, своими бригадами Или кто-то на отдельных таких баркасах Мы потеряли какие-то виды рыб Благодаря тому, что состояние моря ухудшается? Ну, полностью мы, конечно, не потеряли По видам мы потеряли количество Например, посмотреть официальную статистику Ежегодник рыболовства за, например, 2015 год Там с 1976 года по 2015 год все выловы Написаны, какие были в Латвии, в Балтийском море То есть в 1976 году вылавливалось в два раза больше рыбы официально, чем сейчас Конечно, что такое статистика официальная? Ну, вы сами понимаете, да Есть ложь, большая ложь, есть статистика, конечно, да Ну, здесь тоже, только можно иметь в виду тенденцию, да Что она даже в официальной статистике уменьшается Ну, посмотрим, например, кельку салаку Вот эта главная масса, да, которая вот интересует на данный момент рыболовов Да, они вылавливают ее каждый год на 100% Да, официально Что происходит неофициально? Я, конечно, тоже в курсе сделал Потому что, ну, 16 лет я на этой службе отработал рыбным инспектором Ну, я видал, где ущерба по полмиллиона латов, да Бывало, раскрывали за год Одно предприятие с одним судном может сделать, не регистрируя Это вот только то, что там верхняя часть айсберга, которую можно поймать, наконец, за руку Что там проходит мимо вот этого всего, трудно сказать Ну, что, какой вред наносит загрязнение Какой вред наносит чрезмерный вылов рыбы Вот баланс трудно сказать, конечно Ну, оба этих фактора присутствуют, да Ну, во всяком случае, надо с обоими этими проблемами работать И иметь это в виду Потому что, ну, рыбаки обычно говорят Вот рыба уменьшилась, это вот загрязнение, все виновата, да Загрязнители какие-то там, или муниципалитеты, которые не могут обновить свои там очистные сооружения Ну, повысить их эффективность И говорят, ну, там уменьшилось количество рыбы Ну, значит, рыбаки выловили, кто же еще? Ну, мы же, не мы же, конечно, да Друг на друга пальцами показывает Но надо со всех сторон это тогда улучшать ситуацию Вы говорите, что все страны, которые расположены вокруг Балтийского моря Они на самом деле понимают проблему И предпринимают какие-то шаги для того, чтобы сохранить Но, опять же, жизнеспособность нашего моря Что именно можно предпринять в этой ситуации Если уже на дне моря осело достаточно много вот таких вредных Я не знаю, как их даже определить Веществ, да, которые на самом деле Ну, не дают насыщаться кислородом воды И исчезает планктон, да, которым питаются очень многие рыбы И, ну, это дальше по цепочке ведет, опять же, к уменьшению народной популяции Каких-то конкретных видов рыб И что, вот, какие шаги, вот, реально, вот, сказали Мы запрещаем то, 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 то И договорились, подписали какой-то договор Есть что-то такое, обобщающее вот эту проблему во всех странах? Да, конечно, есть Есть колком организация вот этих балтийских государств Ну, кроме России Россия там предпринимает, очевидно, свои шаги индивидуально каким-то образом, да Ну, я надеюсь, что это тоже дает свой вклад Вот, могу рассказать насчет хелкома Там есть несколько направлений Во всяком случае, первое Уменьшить загрязнение моря судов И там они дают свои рекомендации, как это делать, да И все время эти стандарты на судах повышаются Чтобы судов не какие-то фекальные воды, там, выбросы уменьшить, да Само собой, там, нефтесодержащие, да, вообще закрыть, да Второе дело, ну, это, конечно, 10% только из всех стоков, которые попадают в балтийский моря Но потом как это можно проконтролировать? Это можно, что делать на конкретном судне? Ну, это контролируется, во-первых, регистром Все суда предъявляются регистром на берегу, да И там есть свои очень строгие стандарты Оно просто не допускается до мореплавания, если он не соответствует Если он не оснащен какими-то общественными сооружениями Да, они обязаны это сделать Это контролируется довольно строго Эта планка все время повышается И она довольно хорошо сейчас, да, находится Другое дело, что на берегу все равно необходим контроль Вот по исполнению вот этого, да Как бы хорошее не было судно со своим оборудованием Всегда есть какой-то человеческий фактор Кто-нибудь захочет это откачать в море быстрее, дешевле и проще Но вот тут уже у нас на берегу должны быть такие специалисты С морским образованием, которые готовы говорить на том же уровне Как на судне находятся старший механик и капитан С образованием и с опытом соответствующим И с мотивацией все это делать С уровнем наших чиновников, честно говоря, делать особо нечего Хорошо, если они вообще стараются что-то сделать Но уже по факту разобраться с какой-то конкретной проблемой А так проследить эксплуатацию вот этих всех механизмов Историю сравнить уровни вот всех этих танков накопительных Что там было сдано на берег, что было накоплено Ну там таких специалистов, я бы сказал, раз-два и обчелся В Латвии сейчас Что касается сточных, которые попадают не из моря, допустим, не из судов Какие-то на самом деле на полях идет обработка химикалиями Это можно как-то предотвратить или это практически нереально? Потому что это или значит, что отказаться сельхоз, крестьянам, предпринимателям От удобрения полностью, потому что так или иначе Ну, наверное, попадет или как? Что можно сделать? Нет, потому что от удобрений полностью отказываться не надо и нельзя Потому что, ну, тогда останется голая земля там Другое дело, что надо конкретно уже выбрать Исследовать вот установки и рекомендациям Какие удобрения в каких объемах использовать и где Вот это очень важно Часто крестьяне тоже, в общем-то, должны где-то считать Сколько они удобрения угрохают на своем поле Это не так, как раньше все было задаром в колхозе Сыпь и все Бери не хочу Да, бери не хочу Сейчас немного по-другому Ну, тут тоже надо вот такая Нужна такая методическая работа Сначала объяснить им, довести до них Ну, что использовать, в каких объемах Да, и потом, конечно, нужен и свой контроль за этим делом Да, не знаю на полях, насколько этот контроль присутствует И насколько он эффективен, но я надеюсь, что он есть У нас сейчас время выпуска новостей И мы ненадолго прервемся И потом хотелось бы поговорить как раз о других рисках И можно ли очистить, допустим, те донные воды Которые уже считаются вот такой мертвой зоной Можно ли как-то профильтровать, я не знаю, вот оживить Но что для этого надо сделать Или надо с этим уже смириться И считать, что уже тут безнадежная такая ситуация Продолжаем говорить об чистоте нашего Балтийского моря И, собственно, даже не о его чистоте А о том, как постараться его сделать более чистым Поскольку сейчас уже появились вполне серьезные проблемы И, в частности, слишком большие сбросы судов Или, наоборот, попадающие сточные воды в море Которые с полей смывают различные химические вещества Они наше море умерщвляют потихонечку И, конечно, об этом думают в тех странах Которые, в первую очередь, находятся на побережье Балтийского моря Но пока таких еще реальных сдвигов нет Но, вероятно, я хочется надеяться, что они все равно есть какие-то И скажите, пожалуйста, вот эти донные воды Которые, на самом деле, вот уже такие, как мертвые Там оседают и тяжелые металлы, которые попадают в море Их можно каким-то образом профильтровать И чтобы, ну, вода хоть немножечко, хоть частично Вот прошла такую очистку и ожила И в ней появился бы тот самый планктон Который является пищей для многих рыб Ну, первое, что надо сделать Это дать морю восстановиться естественным способом Водообменом с Атлантическим океаном Чтобы это сделать, во-первых, надо уменьшить нынешние сбросы Вот прямо вот сегодня и вот впредь Чтобы дополнительно ничего туда не поступало Море восстанавливается само по себе Водообменом это происходит естественным способом Но на это уйдет, конечно, довольно значительное время Как долго загрязняли, так долго придется ему и восстанавливаться То есть, если говорить об историческом периоде То ни нам, ни следующим поколениям до этого момента не дожить Ну, почему? На этот вопрос уже ученые, очевидно, дадут свой вердикт В каком промежутке времени это возможно Восстановление этого моря Конечно, первый фактор, да, надо ограничивать сбросы Вот сегодня и сейчас, да, такого минимального уровня Сколько бы это нам не стоило, если мы хотим море видеть Действительно чистым и живым Вы, кстати, в перерыве сказали Я впервые услышала такую формулировку Такой микропластмасса, да Которая попадает в море, она тоже очень опасна Откуда она берется? Что за микропластмасса? И вообще, что это? Какой вид сбросов в море представляет она? Да, в последние годы наметилась еще одна проблема То есть, названная микропластмасса Она содержится в косметике В том числе такой, как, например, пена для бритья Она сама по себе не является ядовитой Она просто смывается во время бритья Прямо в раковину, да, поступает на чистные сооружения Но чистные сооружения не готовы их очищать Потому что, когда делали эти чистные сооружения Ну, не было такой установки Очищать эту микропластмассу Каждый флакончик там содержит, ну, там всего ничего По чуть-чуть, да Ну, вы сами понимаете, сколько в Европе Вот в бассейне Балтийского моря Этих флакончиков расходуется вот каждый день Это очень значительное количество Ну, вот попадая в море, вот эта микропластмасса там Создает своего рода муть И она вредит планктону, вот всяким микроорганизмам Которые, ну, не травятся в прямом смысле слова Этой микропластмассой Они как бы, как бы они болеют из-за неё, да И когда они начинают болеть Количество этого планктона уменьшается Ну, и по цепочке дальше уменьшается количество Рыбы Рыбы, да, и всё, что потребляет этот планктон в пищу Да, и всё остальное То есть, надо всех попросить перестать бриться Нет, ну, очевидно, есть какие-то альтернативы Одна из них – не бриться, да, вот ходить Вот как сейчас модно, вот эти большие бороды Да, ну, наверное, тоже решение, да Другое дело, может быть, какие-то альтернативные разработки Сейчас последует, имея в виду вот это вредное воздействие на среду Ну, вот надо это всё иметь в виду Синие водоросли, так называемые Они о чём говорят? Или это нормально? Ну, они, конечно, появляются естественным путём Ну, это, наверное, вследствие, в результате каких-то всё-таки изменений в море Ну, да, их вред состоит в том, что они не делают кислород, а его потребляют То есть, дополнительно к тому, что, скажем, в Балтийском море и так слишком много Вернее, мало кислорода, да, и особенно в нижних слоях Вот из-за этого загрязнения получилось так, что эта среда местами в Балтийском море Она способствует развитию вот этих синих водорослей И когда они умирают и разлагаются, они становятся токсичными в тот момент своего рода Так что, если попадают куда-то там в живые организмы, то они тоже могут болеть или умирать Ну, они избегают вот этих синих водорослей Хорошо, а каково это влияние на человека, допустим? Иногда вот бывают периоды такие, когда на побережье морском вот именно происходит такой выброс вот этих синих водорослей И люди обеспокаиваются и начинают думать, что же делать, можно ли купаться или можно ли вообще к ним приближаться И как они могут там подействовать на состояние здоровья Ну, в таких случаях уже соответствующие службы предупреждают и информируют, что вот в конкретном месте вот замечены эти вредные водоросли Да, и не рекомендуется купаться, да Особенно там, где вот этот синий флаг сейчас европейский Вот там это один из таких критериев, да, тоже синие водоросли Такое, да, запрещается полностью Ну, в других местах, конечно, ваш личный страх и риск Хотелось бы вернуться к проблеме рыбы, которая у нас сегодня дороже мяса, самого лучшего, да И опять же вызывает изумление, что в Латвии, в которой всегда была великолепная, роскошная трескана Помимо салаки, упомянутой вами, и еще много других видов рыб И угорь, и лосось, да, который сейчас стоит, ну, я не знаю, там, понятно, что он доступен далеко не каждому человеку Даже в праздничной дне Какая-то треска у нас, мало того, что она норвежская, она явно похудевшая Помните, она была такая действительно мясистая, если можно сказать по отношению к рыбе такое словосочетание Такая очень большая рыба, которую сытные, очень любили, она всегда была на всех столах Что происходит? Это тоже что-то связано с состоянием здоровья моря? Почему он так ужалился? Ну, я же не говорю, льдом покрылся, это понятно, в торговле там больше льда, чем самая рыба Но так или иначе, она как-то и не выглядит, как нормальная треска Да, с треской беда, конечно, особенно вот последние лет пять Я помню, пока я работал в службе среды, еще седьмой, восьмой, девятый год Раскрывали много нарушений как раз в лове трески Вот как ночью заходит судно в порт, например, да, там был свой уже контингент известный, да, который не совсем можно доверять рыбакам, да Ну, они обязаны присылать предварительное сообщение, да, сколько они выловили, да Приходишь на судно так, без предупреждения, оказывается, два раза больше там трески, да Вот с того времени уже там были всякие нарушения, там даже до судов доходило, да И после этого наметилась такая тенденция, что трески становилось как-то меньше и меньше, меньше уже после десятого года Сами рыбаки уже начали жаловаться, что, ну, не могут выловить У них есть лимит, предоставленный там государством, да Но эти квоты так называемые, да Да, квота Они не могут найти уже вот эту треску в море, ее нет в наличии, да Так что вопрос такой Она что, вся к норвежским берегам, что ли, переселилась? Нет, ну, балтийская треска, она и живет в Балтике, она никуда, скорее всего, не убежит, да Она тут и живет, да Норвежская у них своей хватает Но они, по-моему, искусственным каким-то способом какие-то рыбы Нет, ну, в Норвегии хватает своей трески, я как раз буквально там был 10 дней назад Могу сказать, трески навалом бери, не хочу Да, очень вкусная Ну, сам каждый может сходить и наловить во фьорд, там, вот сколько на обед нужно, вот, пожалуйста, поймал, зажарил Ну, просто отличная, чистая, упитанная рыба Так что у них лучше, чем у нас тогда? Ну, у них, во-первых, наверное, экология, потому что там открытый берег, водообмен хороший, это первое, да Второе, у них эта проблема с рыбалкой была разрешена уже где-то, если я не ошибаюсь, в 1937 году У них были то же самое, что у нас, что каждый рыбак пытался отхапать себе побольше рыбы Ну, и подороже ее продать, ну, побольше заработать на этом, да И они решили установить такое в отношении конкретно трески, что один скупщик только всей Норвегии, одна организация, то есть это кооператив всех рыбаков Рыбак вступает в этот кооператив, этот кооператив скупает треску И так соблюдаются вот эти вот квоты, ценовая политика устанавливается, да Это и для самих рыбаков стабильность, потому что если цена высокая, да, это уже известно Сколько он сможет продать, если цена вдруг в кризис, она упала, все равно рыбак предупреждается, что за четверть года вперед У него все равно будет вот эта цена Доход будет, у них очень много складов, они могут ловить сегодня, ставить на склад и хранить хоть несколько лет И потом продавать А так в Латвии немного по-другому Вот свой склад забил и все, и потом думаешь, куда ее это все девать потом Как бы, ну, вот такая более стабильная ситуация Ну, в Норвегии нас определили на лет 70, опередили, можно сказать, в этом отношении Сейчас рыбы там очень много, рыба очень качественная Так я не понимаю, в чем она такая, тощая к нам прибывает Там какие-то пластинки замороженные вообще как-то на треску и не похожи Я думаю, что вот тощая как раз это она балтийская в основном бывала, да Если она приходит из Норвегии действительно Или это действительно не норвежская треска А может быть, что это документы только свидетельствуют, что это норвежская Ну или хранение ее где-то уже по дороге было несоответствующее И она потеряла свое качество по дороге Или во времени Или во времени Это не факт, что она там вчера выловлена и сегодня поступила в продажу Вот как раз насчет этого времени, да В 2009 году был этот кризис пресловутый, да Когда все цены там на рыбу, на все остальное упали Потребление рыбы упало во всем мире И в 2012 году еще, я помню, я смотрел документы В Латвии приходит селедка из Норвегии Выловленная по документам в 2009 году Я что-то засомневался, три года Действительно ли, поинтересовался у норвежских коллег Действительно, чтобы они проверили, да Да, действительно Вот в 2009 году они набили под завязку все свои склады Потом начали их продавать В 2012 году дошло до Латвии Ну, скорее всего, уже не самого высокого качества было Это селедка, да Приклонных лет, в общем-то Ну, употребили, очевидно Да, скорее всего Меня интересует еще вот, что мы и на прошлой неделе Сегодня утром мои коллеги говорили о тюленях Которые представляют уже достаточно серьезную угрозу Для рыбных хозяйств, собственно, не только Латвии Но вообще всех стран вокруг Балтийского моря Которые вот рыболовство – одна из таких отраслей серьезных народного хозяйства И как вариант решения проблемы предлагается отстрел тюленей Поскольку рыбаки вот жалуются, что они, ну, если не съедают часть улова, то явно надкусывают И, собственно, рыба уже не имеет продажного такого вида Скажите, пожалуйста, может быть, это, опять же, связано с экологией моря И тюленям выбор у них сужается вот в добыче своих пропитания Да нет каких-то рыб, которыми они питаются Поэтому они ищут более такой легкий путь Ну, вот тут рыбаки что-то там поймали, тянут И вот можно поживиться Потому что нет привычной еды Но я не думаю, что тюлень на самом деле такие серьезные враги рыбаков Или это так сегодня? Ну, тюлень, он вообще-то умный, он как собака Он найдет для себя пропитание Вот как наиболее простым способом Если там стоит Мережа на берегу, он человека не боится, да То он туда залезет, да Позавтракает, да Позавтракает, пообедает Ну, и все в порядке, да, это ему нравится Другое дело, что рыбаки, ну, они настроены так, как что не нравится Так сразу стрелять, да У нас то же самое на службе было в свое время Нашли, раскрыли вот это нарушение на полмиллиона латов Да, ну, серьезная сумма, конечно Там вопрос вообще, продолжит ли это предприятие работу или нет Потом на днях заявляется вот представитель одного-другого рыболовного предприятия Там поговорить о вот этой отрасли Он говорит, да, вот надо поговорить Он говорит, как говорит Алкапоне Вот ничто человека так не склоняет к сотрудничеству, как хорошее слово А еще лучше, чем хорошее слово, человека склоняет к сотрудничеству, хороший ствол Ну, так, наступила пауза некоторая Я подзадумался над него словами Но, наверное, в этом тоже есть свое какое-то предупреждение и своя информация Ну, вот такие способы бытуют, к сожалению, между рыбаками Да, вот первое, так сразу стрелять Ну, ладно, вернемся к тюленям С тюленями, конечно, проблема комплексная, а не только у нас Я думаю, что вот в Латвии так сразу вот взять и стрелять, это все-таки не решение Тут надо в Балтийском море, вот, в общем, как-то решить этот общий подход со всеми государствами, да Ну, своих отстреляем, ну, тут, ладно, появится опять ниша Ну, придет опять эстонские эти тюлени Ну, что, их тоже будем стрелять всех подряд, да Но потом, они не сегодня же появились в Балтийском море? Ну, да А почему вдруг сегодня так эта проблема обострилась, что такой конфликт, скажем, рыболовов и тюленей? Ну, так деньги, конечно, они рыболовы Может, и больше стало, я опять же говорю, может, в море недостаточно пропитания для тех? Да, скорее всего, там проблема не в самих тюленях, проблема, что им там в своей естественной среде обитания недостаточно еды Ну, скорее всего, да Ну, стрельба так сразу, это не решение проблемы, я думаю То есть, вы не сторонник этого? Нет, ни в коем случае Ну, вот, говорят, что как раз тоже вот скандинавские страны очень на это жалуются, поскольку у них вообще все, ну, большинство, большая часть народного хозяйства ориентирована на рыболовство Они тоже видят такую реальную угрозу Ну, насколько, вот, я и предлагаю вот как раз всем сесть за стол при Городном И вот решить общий подход какой-то, разработать, ну, не просто так, что вот там тюлень, он мне не нравится, я его сейчас отстреляю, да А вот, ну, разобраться, почему, и потом решить эту проблему Ну, они новые, конечно, так, но надо с ней все-таки разобраться А то будет, как с этой культурной революцией в Китае, что там постреляли этих воробьей, потом развелось комаров Убили комаров, развелось болезнь И тогда уже народ начал болеть и не знать, что с этим делать Ну, цепочки своего рода Ну да, в природе все стоит, в цепочке все напрямую связано И тогда, наверное, последнее очень коротко Вы оптимистично настроены в отношении будущего Балтийского моря? Ну, улучшения во всяком случае есть То есть уже сейчас, как специалист, как человек, который много лет проработал в системе охраны среды Вы считаете, что ситуация меняется к лучшему? Имеются улучшения и со сбросами судов, и со сбросами с берега Ну, с рыбалкой Это, может, ограничивает количество судов Не настолько активность самой инспекции Суда, конечно, чем меньше судов, тем меньше они выловят Ну, это тоже вариант, конечно Так что, в принципе, варианты есть Но было бы желание на государственном уровне Вот еще этот процесс ускорить И сделать более стабильным Тогда все удастся Ну, будем надеяться И я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был член правления общества инспекторов среды Феликс Кладеж, который раньше нам приходил немножечко в другом статусе Он работал в службе охраны среды Но сегодня он знает о происходящем, особенно в отношении Балтийского моря, не меньше, если даже и не больше Спасибо вам большое за оптимизм вас И будем надеяться, что все на самом деле наше море будет жить и радовать еще не одно поколение латвийцев Всего доброго, всем спасибо за внимание, до свидания Спасибо